Миф, в который очень удобно верить, говорит о том, что Советский Союз отрёкся от своих солдат, попавших в плен, и обрёк их на гибель, отказавшись подписывать Женевскую конвенцию от 27 июля 1929 года. В наши меркантильные и необразованные времена часто приходится слышать, что Советский Союз отказался подписывать конвенцию, чтобы не платить за содержание советских военнопленных. В среде белой эмиграции курсировали слухи, что Советы не подписывают конвенцию, определяющую гуманные правила отношения с пленными, чтобы красноармейцы боялись сдаваться в плен. Наконец, ещё один миф, взявшийся неизвестно откуда, вероятно, с интеллигентских кухонь. Немцы, как цивилизованная нация, хотели бы соблюдать Женевскую конвенцию, да вот Советский Союз, как всегда, наплевал на своих граждан, и немцам пришлось превратить лагеря для советских военнопленных в лагеря смерти. При Хрущёве на закрытых лекциях для порт-актива повторяли то, о чём рассуждали бывшие царские офицеры в кафе Белграда и Париже. А на московских кухнях 1970-х говорилось тоже, в перемешку с обсуждением планов отъезда в Израиль через Вену, о чём прямо писалось в приказах вермахта. «Советский Союз не присоединился к соглашению от 27.07.1929 года относительно обращения с военнопленными. Вследствие этого мы не обязаны предоставлять советским военнопленным снабжение, которое бы соответствовало этому соглашению как по количеству, так и по качеству». В приказе немецкого верховного командования сухопутных сил от 8 октября 1941 года говорится именно про Женевскую конвенцию. Из полутора миллионов французских солдат и офицеров, оказавшихся летом 1940 года в германском плену, умерли или погибли 2,6%. Это страшно. Это около 40 тысяч, и у каждого жёны, дети. Из советских военнопленных, по немецким данным, погибло более 57%. А теперь, что касается истины. Она проста и понятна любому школьнику. Женевская конвенция. Раздел 1. Общие положения. Статья 4. Держава, взявшая военнопленных, обязана заботиться об их содержании. Раздел 8. О выполнении конвенции. Отдел 1. Общие положения. Статья 82. Положения настоящей конвенции должны соблюдаться высокими договаривающимися сторонами при всех обстоятельствах. Если на случай войны одна из воюющих сторон окажется не участвующей в конвенции, тем не менее, положения таковой остаются обязательными для всех воюющих конвенцию подписавших. Это означает одно. Германия была обязана соблюдать конвенцию просто потому, что ее подписала. Подписал ли СССР вообще не имело значения. Глава 2. О питании и одежде военнослужащих. Статья 11. Пищевые рационы военнопленных должны быть равны по качеству пищи и ее количеству рационом войск, находящихся на казарменном положении. Статья 12. Одежда, обувь и белье доставляют содержавой, содержащей пленных. Под этим пунктом тоже стояла подпись Германии. А наши пленные объедали в немецких лагерях кору с деревьев. И деревья стояли с голыми стволами на уровень человеческого роста. Да, не подписать Женевскую конвенцию в 1929 году в отношении военнопленных было ошибкой политического руководства страны и ее дипломатии. Это было недальновидно. Это было просто глупо. Тем более, что со своей стороны Советский Союз ее соблюдал фактически. Основные положения по гуманному обращению с военнопленными были изложены еще в более ранней Гаакской конвенции. К ней Советская Россия присоединилась еще в 1918 году. Декрет Совета народных комиссаров о признании всех международных конвенций о Красном Кресте от 4 июня 1918 года. Международные конвенции и соглашения, касающиеся Красного Креста, признанные Россией до октября 1915 года, признаются и будут соблюдаемы российским советским правительством. Германия, кстати, участвовала и в Гаакской конвенции. Если бы немцы соблюдали хотя бы одну только ее, лагеря для советских военнопленных не превратились бы в лагеря смерти. По советским данным, в нацистских концентрационных лагерях было уничтожено 3 миллиона 912 тысяч 283 советских военнопленных. Причем это могли быть и гражданские. Занимая населенные пункты, немцы нередко брали в плен всех мужчин, способных носить оружие. Из приказа командования 2-й танковой армии от 11 мая 1943 года. При занятии отдельных населенных пунктов нужно немедленно и внезапно захватывать имеющихся мужчин в возрасте от 15 до 65 лет, если они могут быть причислены к способным носить оружие. Под охраной отправлять их по железной дороге в пересыльный лагерь 142 в Брянске. Захваченным, способным носить оружие, объявить, что они впредь будут считаться военнопленными и что при малейшей попытке к бегству будут расстреливаться. Что касалось самих немцев в советском плену, то, как правило, они питались лучше и вообще жили лучше, чем наше собственное гражданское население. Это было чудовищно несправедливо, но бесконечно гуманно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!